всем привет вы смотрите канал магазина xcom shop и с вами мария сегодня у нас обзор и проверка в работе сразу 2 мфу от hp интересно тогда оставайтесь с нами для не очень большого офиса требуется хорошее профессиональное многофункциональное устройство но при этом чтобы стоило поменьше и сегодня у нас как раз два таких экземпляра встречайте mfo hp laserjet m428 fdn и модель m4103 dv красивые стильные и аккуратные по сути своей являются двумя братьями дело в том что первым на рынке появилась mfo m428 fdn она сразу же получила огромную популярность у пользователей и стала хитом продаж но затем его сняли с продажи а на замену пришла не менее интересная модель которая является неплохой альтернативой m4103 dv мы постараемся найти у них общие черты и отличия за уникальные фишечки будем ставить плюсики а в конце выявим победителя приступаем чтобы не путаться в названиях мы пронумеруем наши мфу но их обозначение все равно будем писать в углу экрана для наглядности первые у нас m428 fdn второй m4103 dv внешность у обоих аппаратов практически одинаковая они не сильно большие и легко поместится на рабочем столе габариты идентичные 42 на 32 на 39 сантиметров равно как и вес 12 и 6 килограмма каждая мфу совмещает в себе принтер сканер и копир вот только у первого аппарата еще присутствует факс у второго его нет но это можно пережить в современном мире не будем засчитывать этот пункт в плюс первому мфу печать лазерная черно-белая сканирование в цвете само собой формат а4 есть автоподатчик при этом поддерживается автоматическое двустороннее сканирование а также автоматическая двусторонняя печать к каждому устройству можно подключиться по юсб а также через кабель lan при этом у второго есть возможность подключения посредством беспроводной сети через вай-фай и это первое существенное отличие ставим плюс второму товарищу для офиса где необходимо постоянно выполнять какие-то задачи печатать сканировать и копировать оба аппарата подойдут в самый раз сравним их характеристики а сравнивать тут практически и нечего оба мфу умеют производить печать на обычной бумаге как тонкой так и грубой переработанный из вторсырья а также на конвертах и этикетках плотность используемой бумаги от 60 до 200 грамм на метр квадратный максимальное разрешение при печати 1200 на 1200 точек или 1200 dpi максимальное разрешение сканера и копира у первого 1200 на 1200 точек у второго 600 на 600 точек или 600 dpi тут плюс зарабатывает первый аппарат пока ничья скорость выполнения всех операций чуть отличается печать у обоих до 40 страниц в минуту в зависимости от объема заполнения страницы скорость копирования до 38 копий в минуту скорость сканирования у первого в черно-белом или цветном режиме от 29 до 46 страниц в минуту в зависимости от типа сканируемого документа и разрешения скорость дуплексного сканирования такая же у второго в черно-белом режиме до 31 страницы в минуту в цветном режиме до 21 страницы в минуту скорость двусторонней печати по количеству страниц в минуту равняется скорости сканирования максимальный объем печати 80000 страниц в месяц рекомендуемой компании hp объем печати от 750 до 4000 страниц в месяц для обеспечения оптимальной производительности устройств по цифрам чуть-чуть побеждает первый аппарат ставим ему плюсик есть правда небольшое дополнение дело в том что у первого количество копий за один раз равняется одной тысячи штук тогда как у второго десяти тысячам штук за это поставим ему шуточный плюсик как ни крути заработал а теперь сравним внешность этих красавцев оба мфу как двое братьев из ларца ничем друг от друга не отличаются снизу расположены два лотка они пронумерованы под номером 2 это лоток автоматической подачи он на 250 листов чуть выше лоток ручной подачи на 100 листов также можно дополнительно установить увеличенный лоток на 550 листов он прикрепляется к нижней части наращивая высоту аппарата сверху расположился выходной лоток он уже на 150 листов еще выше крышка сканера на самом верху находится лоток автоподатчика на 50 листов и собственно сам сканер для пакетного сканирования доступ картриджу осуществляется просто нажимаем кнопку сбоку и открываем отсек вытаскивается картридж тоже легко достаточно лишь потянуть за ушко как обычно картриджи в аппаратах отличаются у первого это hp laserjet 59 а с ресурсом 3000 страниц у второго laserjet hp 151 а black с ресурсом 3050 страниц для каждого из мфу существуют модели картриджей с большим ресурсом страниц продолжаем осмотр с обратной стороны мы видим отсек для обслуживания и разъемы type b для подключения к пк и lan для подключения по сети а также разъем питания потребляют мфу кстати всего 510 ватт то есть они являются еще и экономичными устройствами у второго мфу дополнительно присутствует порт dsl далее с передней стороны справа мы видим кнопку включения а слева на этом же уровне расположился порт usb для подключения накопителей то есть вы можете печатать с флешки а также сохранять результаты сканирования на нее же и последнее что есть с внешней стороны это панель управления сенсорный экран на 2 и 7 дюйма регулирующийся по наклону очень яркий с хорошими углами обзора нажатие точное без глюков и тормозов меню на русском языке простое и понятное интерфейс схож с привычным всем android скорость работы быстрая ничего не тормозит оно и понятно за работу отвечает процессор с частотой 1200 мегагерц память при этом 512 мегабайт у второго мфу меню чуть расширенная за счет добавленных пунктов вай фай и bluetooth через простые пункты в меню можно выполнять все операции и изменять настройки есть выбор качество сканирования копирования печати а также настройка яркости сканирования можно задать формат и количество копий результаты сканирования можно отправить по электронной почте сетевую папку скинуть по юсб на флешку либо напрямую на пк у первого мфу еще и послать по факсу что не очень актуально на сегодня конечно управление обоими мфу осуществляется при помощи приложения hp smart его можно установить как на смартфон или планшет так и на пк скачав с официального сайта кроме того можно подключить мфу к облаку и управлять им через smart админ также второе мфу поскольку является беспроводным имеет поддержку apple air print это когда не нужно устанавливать драйверы для подключения к устройству и точно такая же технология есть для android называется моприя при этом в каждом мфу имеется своя система безопасности она очень надежная если вам что-то будет непонятно в настройках кто каждому устройству в комплекте идет инструкция вместе с гарантийным талоном также в комплекте у первого мфу присутствует телефонный кабель юсб кабель и два кабеля питания со стандартной и евро вилкой у второго только юсб и стандартный кабель питания пока что по количеству плюсов у нас абсолютная ничья давайте проведем эксперимент и все-таки выявим победителя перед началом работы нужно как обычно удалить все заглушки с каждого устройства печать хоть текста хоть изображений очень быстрая причем из любого лотка скорость прям зашкаливает двусторонняя печать чуть медленней но тоже очень быстрая сравниваем тестовые страницы как видите шрифты гладкие отличная лазерная печать как и всегда у hp тут можем отметить лишь то что у второго мфу текст выглядит как будто чуть чуть жирнее а вот копирование существенно отличается вне зависимости от настроек качества первый копирует более блекло и менее четко оттенки и полутона в сравнении со вторым не проработанные как видите у второго изображения намного лучше четче объемнее чище и это явный неоспоримый плюс сканирование можно осуществить как через панель управления при этом на экране отображается превью так и через программу hp smart качество сканирования у обоих устройств идеальное тут претензий никому нет даже самые маленькие детали прочитываются хорошо скоростной автоподатчик также работает идеально только и успевает заглатывать листы результат сканирования ничем не отличается от результата сканирования с планшетного сканера если работать через программу то готовое изображение можно тут же посмотреть и сохранить куда нужно все очень удобно последнее что стоит отметить это быстрое подключение по вайфай у 2 мфу просто подключаетесь на нем к общей сети затем добавляете устройство на пк в разделе принтеры и пользуетесь а на этом наш обзор подошел концу подведем итоги по количеству плюсов явно победил второй аппарат оно и понятно печатает и копирует лучше первого наличие беспроводного соединения у 2 мфу является неоспоримым преимуществом таким образом он становится достойной заменой устаревшей модели да и цена у него ниже тут можно добавить что в ближайшее время старая модель будет потихоньку исчезать а значит цена на нее будет только расти в то же время цена на новую модель будет опускаться поскольку она станет самым ходовым аппаратом россии и это очевидно понравился наш обзор давайте вы нам поставите лайки и комментарии а мы порадуемся особенно тем кто ткнет на кнопочку подписаться спасибо за просмотр и до новых встреч